Девушки отдыхают Сейчас параллельным курсом Здесь его автомобиль Находящийся в нескольких стах метрах от нас И прямо на ходу У него догонись Пулемета калибром 7.62 Повторюсь, это первый Подобный эксперимент нашего робота It might look like a tank To the untrained eye But it's not There's not a single soldier Sitting inside it while it's firing its guns It's a robot, after all This is Russia's first Heavy military robot It's the Uran-9 Here we have To take note of something Our regular viewers have already seen it We were the first television channel To show it as soon as its top secret status Was declassified Back then We simply focused on its driving characteristics And we were quite impressed I have to say Ну что, завидуйте мне Все те, кто играют в компьютерные игры У вас рисованные танки на пластмассовых компьютерах А здесь настоящие 10 тонн чистого железа И я на них могу делать Все, что хочу На льду We even sent our Uran-9 Through a wall That had been set ablaze Our frustrated viewers However, said that The obstacle was a piece of cake For such a heavyweight Well The challenge has been accepted There'll be a lot of fire today Literally Robots Immortal warriors Only today And only on Zvezda Will our audiences See the capabilities Of these entirely Russian-made military robots That are already being phased Into active service Apart from the Uran-9 We'll be featuring Combat robots of all sizes And weight categories We'll take you To the city of Kaliningrad To see our marines Taking delivery And getting familiar With vehicles made In Izhevsk The birthplace Of renowned Assault rifle designer Kalashnikov Will go to a famous Army firing range In Krasno-Armiesk In the Moscow region Where the legendary Katyusha Multiple launch rocket system Was tested 75 years ago The Defense Ministry's Robotics Center Is currently located here And the firing range Now hosts All kinds of trials The task is To choose the best From a variety Of robots Produced by Russian weapons manufacturers This film will serve As the continuation Of Zvezda TV's Series of programs About the unique Combat capabilities Of Russia's First military robots On Combat Approved Let's get going Combat Approved Это Нижегородская область Полигон Смолина Именно здесь Впервые журналистам Продемонстрируют Стрельбу Из нового российского Робота Из Урана 9 И вот Первая Мишень Первое испытание Это стрельба Из пулемета Калибром 7,62 Этот пулемет Установлен на роботе И стрелять он будет Вот по этим Ростовым мишеням Наша задача Отвести их На 800 метров От точки Стрельбы И вот мы сейчас Собственно Подходим К этому месту Вероятности поражения Мы устанавливаем Три Ростовые фигуры И производим Выстрелы Очередью По 10 Выстрелов А вот представим Такую ситуацию Что это Не фанерные мишени А враг Робот в этой ситуации Сам идентифицирует Мишень сам Наводится А на курок Кто нажимает? А на курок Нажимает оператор И дает команду На разрешение поражения То есть пока еще Вот эту функцию Роботам Мы не передаем Да Пока еще Эта функция Остается за оператором За человеком Если вы ever Фире Машин гут Вы понимаете Что 800 метров Это очень далеко Немного Немного Не увидят Таргет Из-за того Робот Но Визжение Продолжение Продолжение Робот Ну что Все вы смотрели Фильмы Про атаки Монстров А ведь Это она и есть Такая Атака Настоящий Стальной Монстр Робот Российский робот Весом 10 тонн Выдвигается На Боевую Позицию Вот Вслед за ним Движемся и мы Обратите внимание Как он легко Преодолевает Все эти Преграды Как тяжело Это дается нам Все нормально Стоп Теперь что касается Боеприпасов Которые мы будем Использовать Это понятный Всем военным Калибр 7.62 Трассирующий Патрон Заряженный В пулеметную ленту Сколько времени Уходит на загрузку Около минуты Не больше минуты Пробуем Около минуты Все готово. Вот идет каунтдон. Вот так выглядит. Один. Огонь. Это у нас работает пулемет. И обращаю ваше внимание, откуда идет управление этим роботом. Мы поднимаемся в этот кунг. Ваша задача поразить все три мишени сейчас. Да. Сейчас операторы работают для поражения мишеней пулеметом по КТМ. То есть конкретно на курок в данный момент нажимает вот этот человек, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Что представляет собой нажатие на курок во время выстрела? Значит, мы вводим баллистические данные. Выбирается затем очередь. Длина очереди, это зависит от 5 патронов, либо 10 патронов. Затем снимается оружие с блокировки. И в команда происходит огонь нажатием на клавишу. Нажатие на клавишу, никаких курков нету. Да. И робот стреляет. Совершенно верно. 21 век. Давайте пустим еще одну очередь. Нажимаем блокировку, выбираем 10 патронов. Выбираем еще 10 патронов. Стреляем. Блокировка оружия. И огонь. Цели поражены. Гарантировано? Безусловно. С расстояния? 800 метров. А это уже совсем другой размер. Это не пулеметы. Это пушки калибром 30 миллиметров. Вот такие снаряды, вот такие гильзы вылетают сейчас. В энергетике работают пушки на примере БМП-3 или БМР. И вот теперь из пушки стреляет робот. Хорошо стреляет. The day goes on and the robot goes through another test. This time the target is a car. And it can be as far as almost one mile away. Ну вот давайте покажем зрителю свежее попадание. Сейчас я специально забираюсь наверх, чтобы увидеть работу нашей роботизированной пушки. Вот это первое попадание. Раз, дальше мы видим выше. Два, три, четыре. Как вам такой результат? Ну, поскольку мы стреляли пушкой 2,72 на полтора километра, то результат, в принципе, хороший. Точно так же, как с 800 метров попадания? Да, да. С 800 метров попадания из ПКТМ 7062. То есть это близко к рекордам. Мы, в принципе, не ожидаем на таком расстоянии кучности, как привыкли видеть, когда там идеально точно мы попадаем в яблочко. Да, я думаю, что если это будет дальность 200, 300, 400 метров, то там, конечно, кучность будет значительно выше. Теперь, что касается тех роботов, что уже появились в армии, это Калининградская область, Балтийское море, а это морская пехота Балтийского флота. Несколько лет назад на вооружении морпехов появилась вот такая машинка, которая называется «Платформа-М». По сути, роботизированный комплекс. Вот сейчас бойцы морской пехоты спускают эту машину с КамАЗа, и здесь мы на берегу Балтийского моря ее и протестируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сравнении с 10-тон РАН-9 роботическим системом, он очень маленький и немного меньше времени. То есть он уходит куда-то на передовую, вы находитесь здесь, например, на берегу? Да. И расстояние от вас до робота какое может быть? До полутора километров, в зависимости от складок местности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы в этот момент управляете с помощью? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пульта управления, который подсоединяется к ноутбуку, и станция, передающая сигнал к роботу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно, то, что мы сейчас здесь и видим, что робот едет как бы сам по себе. Мы со старшим лейтенантом гуляем вдоль берега моря, а управляет этим роботом в этот момент кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как он видит сейчас вот эту дорогу, которую он убирает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто бы думал, когда я помню его имя до конца до конца жизни? Это не его. Он получил предупреждение. Он уехал и направил робота прямо к лейтенантам, где я и я стоял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Конечно, удивительное ощущение, когда такая тяжелая, ну, не многотонная, но очень тяжелая машина управляется с помощью вот таких двух каких-то легких кнопочек. Есть скоростя. Первая, вторая, третья. Это же скорость. Тяжело привыкать к ней? Нет, ничего сложного нет. Чтобы сделать это очень понятно, как много мощности и силы в руках этого солдата, в этом контрольном контрольном консуле мы решили проводить еще один эксперимент. Давайте объясним вот такую ситуацию. Никакого топлива ему не нужно. Нет, нет, только поставил на зарядку и все, зарядил и поехал. Насколько хватает до зарядки? До 10 часов непрерывной работы. То есть здесь электрический двигатель? Да. Ну, что касается мощности этого двигателя, обращаю ваше внимание, маленький робот тянет тяжелый КамАЗ. Да, при раздреве гусеницы в расстанте, он тянет, как струна, и он потихонечку, медленно протягивает эту многотонную машину. Прекрасно. 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 Вот чем интересен наш сегодняшний выпуск военной приемки? Дело в том, что все, что происходит сейчас на полигоне в Смолино, в Нижегородской области, все это происходит впервые. Вот сейчас на ваших глазах будет первая, первая в истории нашей армии, первая стрельба робота на ходу из пушки. Пушка калибром 30 миллиметров. Итак, мы видим, что робот потихонечку выходит на позицию, здесь уже хочется заткнуть уши, потому что пушка, это вам не пулемет, здесь уже совсем другой уровень громкости, и пушка готовится открыть огонь по автомобилю, который находится вот там, метрах в трехстах от линии изведения огня. Да, первый устрел сразу попадание, трассирующие пули, и нужно понеслить еще одну вещь, что самому по себе эту функцию министерство обороны не заказывало, чтобы робот умел стрелять вот так, на ходу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА These rounds can penetrate enemy armored personnel carriers at a distance of 1.2 miles, or they can shoot down a helicopter flying at almost one mile. You can only imagine what it can do to our car. Small wonder that firing on the move is much harder than firing from a halt. Despite the fact that the position of the barrel is compensated by the fire control system, some rounds miss the target, but most of our shots are nevertheless on target. Каковы результаты? Ну, хорошие результаты. Давайте считаем. Давайте считаем. Вот у нас первой заходу там через крышу прошло раз, два, три, да, четыре, пять. Пять, это на двери, давайте покажем. Шесть, шесть. Так, и похоже, вот заход был, там вышло. Вот еще одна вошла, да. Видно, вот она вышла, вот видно. Кстати, здесь две вышло, семь и восемь. Видно, что он разворотил вот этот ковер, и вот они здесь две вышли, восемь. А, две даже вышли. Ого-го, восемь попадали. Восемь попадали, и одного касания. А, еще да, вот одно касание получается. Еще одно касание, вот это у нас огромное отверстие. Это у нас ковер из окна, то что прошло. Так что минимум восемь. Хороший результат. Ковер из окна, это не очень график, because the car hardly presents an obstacle for the rounds. Had it been an armored personnel carrier, the shell-shocked and bullet-riddled result would have been far more impressive. But neither machine gun nor autocannon can penetrate tank armor, or the thick concrete walls of a bunker. No sweat. Our URAN-9 has something else special in store for them. На данном роботе установлен комплекс огнеметного вооружения «Шмель». Также может устанавливаться противотанковый комплекс «Атака». В зависимости от ситуации мы можем поставить либо огнеметы, либо что-то противотанковое. Поскольку в комплекс у нас входит четыре робота разведки огневой поддержки, мы можем комбинировать. Один робот может быть с огнеметным вооружением, другой с противотанковым комплексом. И они идут с двером уже как команда. Да, это будет уже комплекс. Они работают по широкому диапазону целев. Продолжение следует... Да, это будет решение. Это поверхность хранится по широкому диапазону целевым. В зависимости от обслуживания и обучения полеметра каждого года. Которее, уран-9 или Платформа-М, они довольно маленькие. Тебя помните, когда мы были маленькие детали и с днем, и ваш родительное имейство? Пауэтоиспетрых? Вот... Пауэтоиспетрых whose часть grades this past wait, then photographs, then is subjected to medical examination. Десятая видна полностью. Одиннадцатая – зачитываю. Лево – вверх. Вниз. Право – вниз. Мы оценим качество отображаемой информации на экране оператора, то есть проводится оценка средств отображения, камеру. Низ, право. Вот, собственно, таблички, которые читает робот. Это очень напоминает кабинет окулиста. В этот момент сам робот находится вот на том рубеже, это 18 метров отсюда, и с этого 18-метрового расстояния стоит задача просчитать, распознать вот эти символы. Слева, справа, справа, вниз, слева, ну и так далее, вплоть до нижней строчки. Робот должен увидеть все это вот оттуда, повторюсь, с 18 метров. В первую очередь, вы чувствуете, как вы смотрели проекты молодых инженеров электронных инженеров. Вы приехали сюда со своим питомцем, как его зовут? Это Молд или Рыжий, с кличкой. Но потом, это было, что эти молодцы не были молодцы, не было. Многие уже получили опытную обучение. Он уже приходилось сталкиваться с реальной взрывчаткой. Этот робот спас меня жизнь. В 2008 году я снимал взрывную строительство с машины, оно оказалось на неизвлекаемость. И, соответственно, значит, не я руками пошел снимать, а он его сдернул, ну и, соответственно, погиб. И это его уже потомок. Это, да, это уже третий вариант. Некоторые роботы, которые в службе с СССР и полицейской области, возьмите Варан, например. Он может деактивировать аминь и делать другие вещи. Он может как диагностировать взрывное устройство, так, и обезвреживать его. Также он имеет множество приспособлений, что позволяет ему, значит, эвакуацию производить автомобили, открывание дверей ключом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 The criteria remain unchanged here. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА